Ава, народ, с вами Анастезия. Мы продолжаем проходить игру Песочный Человек. В прошлой серии мы с вами закончили как раз таки на том, что попали к Песочному Человеку в его царство. Он за нами погнался, хотел накормить нас глазами, но мы отказались, потому что иначе бы мы просто траванулись, и игра бы на этом закончилась. А нам, собственно, такой финал не нужен, да? У нас тут есть помимо этого финалы и другие. Итак, значит, что? Вот я даже без понятия на самом деле, куда теперь бежать. Тут нас фонарик не пускает. Давайте проверим эту дверь. В прошлый раз она не открывалась. А, нет, она открывалась. Просто я об этом забыла. И ты до сих пор не хочешь ничего взять, да? Тогда пойдем. Может быть, найдем этого Песочного Человека, потому что ты хотела с ним поговорить. Он нас не тронул, в конце концов. Что это? Получена какая-то записка. Давай прочитаем. Ты не можешь прочитать, о чем здесь сказано. Ну, в смысле? А нафига тогда оставлять то, что ты не можешь прочитать? Нам теперь уходить из этого дома? Или что? Может быть, дать кому-то записку из местных? Или окунуть эту записку? Вдруг это какое-нибудь озеро истины? Нет? Ну и ладно. Пойдем тогда кому-нибудь дадим эту записку. Местные-то наверняка умеют их читать. Русалка, например. Эй, русалка! Не пытайтесь снова затащить меня в болото. Блин, да что ж такое? А что ж нам тогда делать? Что вы мне предлагаете? Опять какая-то неведомая херня. Я не знаю, как с ней разбираться. Так, записка. Прочитай, а. Эй, это ведь правда, что вы меняли мои зубы на деньги, когда я была маленькой? Конечно, так и было. У тебя было несколько хороших зубов, хорошо вычищенные, как у твоей мамы. Я купила свое первое мороженое на эти деньги. С тех пор я полюбила мороженое. Это приятно слышать, те деньги твои, чтобы ты их тратила. Меня радует, что они послужили хорошей цели. Эй, зубная фея, почему ваши зубы в таком плохом состоянии? М? Ну, моя работа собирать детские зубы. Нет времени, чтобы заботиться о своих собственных. Понятно, ладно, пойдем. Видимо, нам все-таки нужно еще что-то сделать в том доме. Больше идей у меня никаких нет. Я думаю, что нам еще придется зайти вот в этот замок. Но когда мы найдем с вами какой-нибудь фонарик. Фонарик можно найти в доме песочного человека, наверное. Давай тогда шастать дальше. Тут мы, по-моему, были. Так, что нам? Красивые камни вставлены в стену. Но мы с ними ничего сделать не можем, никак взаимодействовать. Ладно, пойдем тогда наверх. Может быть, поищем этого песочника. Хотя, если он оставлял нам записку, то у меня есть ощущение, что он там написал, типа, я ушел. Вернусь там через три дня. Клапан. Так поверни его. Рискни. Тут до сих пор эта жижа? Она какая-то странная, если честно. Мы так и не смогли ее загнать тогда. Но я не думаю, что сможем. Почему она такая странная? Странная жидкость растекается по полу. Ну да, она не хочет, короче, никак с нами общаться. Тогда мы пойдем. Тут закрыто у нас. Может, ты сюда сможешь войти? Вот, отлично, другой разговор. Сохранимся. Мало ли, этот дед разозлится на нас, что мы пришли к нему без спроса. Заметка, которую ты не можешь прочесть, она немного отклеилась. Давай снимем. Я думала, там шипы какие-нибудь активируются. Ух ты, ты кто? А, колыбельная, точно. Эй, Софи, ты довольно таки поздно. Почему ты ушел вперед? Ты не говорила мне отвезти тебя в дом песочного человека. Так что, ты с ним встретилась? Да, он преследовал меня. Потом он попытался накормить меня какой-то странной едой. Меня чуть не убили. Ты ему сделала что-то плохое? Я ничего не сделала. Он просто преследовал меня с ложкой. Что плохого в ложках? Песочный человек выковыривает детские глазные яблоки ложкой и ест их, не так ли? Ну, я держу пари, что был бы в бешенстве, если бы ты сказала такое. Кто бы стал это есть, сказал бы он. А? Почему? Моя мама всегда говорила мне. Слушай, Софи, мамы по всему миру рассказывают какие-то нелепые истории с серьезным видом, чтобы их шумные дети легли спать. Хотя феи не существовали бы без такого необузданного воображения. В любом случае, песочный человек не ест глаза детей. Он, вероятно, просто перекусывал, поэтому и ложка. Не может быть. Но после этого он пытался накормить меня этой странной едой. Она выглядела травленной. Это было так мерзко. Ха, молодец, что не ела это. Еда феи – это я для человека. Боже, зачем ему давать тебе эту чепуху? Он должен знать, что люди не могут это есть. Ну, тем не менее. Пока ты здесь, сделаю то, что ты хочешь. Только будь осторожна, прогуливаясь по дому. Что ты имеешь в виду? Тут есть ловушки из ряда причин. Нормальных гостей сопровождает песочный человек, но я думаю, ты не обычный гость. Здорово. Какое-то лекарство. Тоже лекарство. Капсула. О, эта штука не двигается, нет? А то бы я вдвинула ее в стену, как я это люблю. Это было бы забавно. Ух, твою ж мать. Ну, я думаю, что нам все-таки туда нужно. Странимся. Твою ж мать. А как так-то? Тут очень надо быть осторожным. Так, загрузка. Тут даже передохнуть негде, представляете, ребят? А, нет, есть где передохнуть. Так, хорошо. Еще раз сохранимся, только нам придется обратно потом топать. Меня это не радует. Рычаг сейчас поднят вверх. Давай опустим. И что, я туда можно? На месте стеклянного пола большая дыра. Ну, ладно. Ой. Что? Я ударилась обо что-то. Подождите. Эти стены из прозрачного стекла? У, тут стена. Тут ничего нет. Может, он тогда дернуть рычаг обратно? Поднимай. Не-а, все равно. Тут, может, лабиринт какой-нибудь? Ага. Лабиринт. Он все дальше отводит нас от цели. Ну, ладно. Наверх. Сюда. 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 Вниз. Блин, все наугад. Вниз. Сюда. Сюда. И сюда. Боже, мне не нравится эта запутанная комната. Эээ, жаль, что я не могу отметить свой путь. Это да. Приходится тыкаться в стены. Бутылка с блестящей красной жидкостью. Ничего себе, жидкость светится сама по себе. Думаю, я смогу использовать это, чтобы отметить путь в другую комнату. Так. На полках выстроены бутылки с разноцветными жидкостями. Так, давай-ка мы еще раз с тобой сохранимся на какой-нибудь третий слотик. Эта дверь не открывается. Девять камней с символами на двери. На них можно нажимать, как на кнопки. Блин, надо было запомнить, как там выглядела-то вот эта штука. Фигово. Так, я нажала моментик. Сначала идет вот такая вот штука. Потом идет вот такая штука. Потом. Пам. 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 Что-то у меня такое ощущение, что я что-то делаю неправильно. Потому что они не тыкаются, что ли. Или тыкаются. Может, я просто этого не слышу. И стрелка вверх. Вот. Все правильно. Все я делала верно. Еще раз сохранимся. Обожаю сохраняться здесь. Так. Большой мешок. Внутри ничего нет. Получен мешок. Ладно. Только я зачем он тебе... Так. Что-то похоже на песок рассыпано вокруг. Ну, блин. Ну, это же необычный шкаф. Он отличается от тех, что... Может, ты возьмешь эту палку? Да. Только я не знаю, зачем ты это тут все собираешь. Возможно, это все тебе нужно. Что? Шаги. Это песочный человек. Что мне делать? Где я могу спрятаться? Этот большой. Могу здесь спрятаться. А ничего, что у тебя волосы торчат? Ты ночнушка. Ты такая умная, пипец. Тебе, наверное, надо было спрятаться в мешке. Ты мне хочешь сказать, что ты ее не увидел? Серьезно? Он ушел? Хорошо, он не видел меня. Я здесь, дорогая. А-а-а! Что? Что? Там был кто-то? Пойдем отсюда. Так. Здесь у нас заперто. Что мы можем так отметить свой путь. Только как нам пробраться к той лестнице, а? У нас есть мешок, сделанный из конопли или чего-то такого. Заметка, записка, блокнот, карта города, палка. Я использую это, чтобы оставить след, так будет легче найти дорогу. Угу. Бутылка теперь пуста. Отлично. Так, что же мы будем делать теперь? Сейчас поднят дверь. Давай опустим его вниз. Глянем. Там-пам-пам. Пам-парам-пам-пам. Может быть, тут откроется дверь к этой лестнице? Нет? Ну, блин. Ладно. У нас с вами теперь есть палка. Может быть, по ней можно будет спуститься, хотя вряд ли. Она слишком маленькая. В смысле, у нас тут просто вон... У нас теперь есть пустая пустая бутылка. Я не знаю, может быть, что-то надо сделать с этой дырой. Зачем мы взяли палку? Зачем мы мешок взяли? О, а мы теперь можем тут спокойно проходить, потому что мы нажали на тот рычаг. Здорово. Мне нравится. Что у нас тут? Колыбельная, ты нам что-нибудь расскажешь? Эй, колыбельная. Я не могу понять язык песочного человека. Это странно. Я отлично могу понять других фей. О, он использует своего рода особый язык. Он придумал свое собственное... Ээээ, что же это было? Наиболее рациональные и логичные цепочки слов, я думаю. Какого черта? Я не понимаю. Он действительно умный парень. Ученый, изобретатель, философ. Возможно, даже больше. Он занимается сном, что требует различных исследований. Я и остальные понимаем его, но полагаю, ты нет. Скажи мне, если захочешь, чтобы я прочитал что-нибудь. О, отлично. Что? Просто что-то такое. Ты как настоящий Дэвид, но грубее. Я Дэвид твоего воображения, который может быть немного другим. Но тебе нравится его доброта, не так ли? Так, вещи. Записка. Эй, колыбельная. Я думаю, что песочный человек обронил эту записку. Ты знаешь, о чем она? А, это записка о том, как делать усыпляющий песок. Усыпляющий песок, тот, что усыпляет тебя, когда тот попадает в твои глаза? Верно. Дай мне взглянуть на это, я прочту. Не можешь понять язык песочного человека, да? Шаг первый. Положить жидкость плачгель в горшок и кипятить на красном пламени. Плачгель? Создание, которое плачет всю свою жизнь. Она сделана из слез, следовательно, плачгель. Шаг второй. Измельчить плод снора и варить его вместе с жидкостью плачгель. А не тот ли самый плод, который мы видели в одной из комнат? А плод снора это... Снора-флора это белый цветок с красными плодами. Это основной ингредиент усыпляющего песка. Ну да. По-видимому, запах вызывает сонливость. Шаг третий. Положить хвост гуси... Гуси... Ящерицы в порошок... А в горшок и варить. Четвертый. Вылить готовый бульон в машину, создающую песок. Нажать кнопку и вуаля. Вот так. Это ведь в своем роде важная записка. Да, очень важная. Она всегда при нем, чтобы уберечь ее от кое-кого определенного. Кого-то определенного. Того, кто ненавидит... Кого ненавидит песочный человек. Ловушки в этом доме предназначены для того, чтобы уберечься от него на самом деле. От кого же? У нас есть еще заметка. Эта заметка была на стене в противоположной комнате. Можешь прочитать ее? Конечно могу. Посмотрите-ка. А, посмотрим-ка. Потушите изумрудное пламя после использования. Изумрудное пламя? То самое пламя? Но мы его ни на чем не использовали. Что же нам делать теперь? Использовать как-то это пламя? Давай поднимем. Сохранимся. Так, хорошо. Ты можешь в него войти, но что ты можешь с этим сделать? Может быть, пустую бутылку, мешок там, я не знаю, блокнот. Карту города, палку. Не-а. Я без понятия, что делать дальше. Итак, ребят, надо, короче, вернуться в комнату. Но сначала надо пустить этот рычаг. Ох, блин, я надеюсь, что мы справимся, потому что... Ой, блин, как бы не хотелось сейчас застрять. Как бы не хотелось застрять. Хорошо, что мы использовали эту бутылку, иначе бы мы точно проиграли. Определенно. Тыкаясь наугад-то. Так, сохраняемся здесь. Идем. Заглянем в эту комнату. А? Открыто. Па! А? Здорово. Почему ты постоянно от него гоняешься? Я... Он же это... По идее, не должен. Так, мы сосредоточены. Бежим, 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 бежим. Он так быстро бегает, пипец. Мама! Он нас почти догнал. Фух. Я так испугалась. Я терпеть не могу от кого-то бегать. Мне просто Аони на всю жизнь не хватило. Фух. У меня так сердце стучится. Бум-бум-бум. О, он упал. Он будет в порядке? Ты же сама его туда загнала. Какая теперь уже разница? Фух. Так, сохраняемся. Блин, это было напряжно. Так. Возвращаемся в ту комнату. Что же он там в ней такое держал? Может, он просто подумал, что мы лезем не в свои дела, что мы там что-то у него украсть такое ценное хотим. Пусть теперь выбирается сам из своего дома. Так. Что же вы в этой комнате? Ага. Какое-то зеркало. Ручное зеркало. Поверхность слегка треснута. Что это за зеркало? Оно не отражает меня. Ты вампир. Эй, пыль. Как использовать эту вещь? Это магическое зеркало. Просто думай о том, куда ты хочешь пойти, и ты моментально туда попадешь. Здорово. А почему оно треснутое? Тыра. Нет, я про вот эту карту. Ого. На этот раз комната из зеркал? А-а-а! У нас теперь тут это... Инверсия пошла. Я нажимаю вниз, она идет вперед, ну и так далее. Меня поняли. Ой, блин, как я терпеть не могу инверсию, если честно. Так, сюда, потом сюда, потом сюда. Приходится думать каждый раз, куда идти. Ну-ка, сюда нельзя? Так. Здесь у нас тупичок. Понятно. Тоже тупичок. Вот тут от кого-то бегать реально не кайф. Я бы просто убилась тут несколько раз точно. Тут ничего нет, кстати говоря. Так, зеркало. Длинный коридор, комната с изумрудным бланями, склад с лекарствами. Давай попробуем. Ммм. Понятно. Что ж, прикольно. А туда ты не хочешь попасть? На лестницу. Длинный коридор, комната с изумрудным пламенем, склад с лекарствами. И больше никуда, да? Что, кстати, подумать об этой лестнице? Какой нам толк, собственно, от этого зеркала? Ну-ка. Ну да, собственно, мы здесь и есть. Что теперь-то? Еще раз сохранимся. Может, колыбельный сходить и спросить у него, что он за нами гоняется? Этот песочный человек. Будь осторожна и не поранься, Софи. Спасибо. И что теперь? Мм? Что за фигня? Опять нифига не понятно. Короче, эта палка нужна для того, чтобы разбить стекло. Я уже так хотела сделать, но только в другом месте. Она-то на самом деле была самым ближайшим. Хорошо. Давай. А это разве дом феи? И это не камень? Все же это дом. Короче, она не хочет развивать. Ну ладно, забудем об это. Здорово. Тут что-то блестит. Разбросенные осколки стекла. Осколок стекла получен. Хорошо. Мало ли понадобится. Сохранимся. Микроскоп. Сияющий белый, драгоценный камень. Еще какая-то записка. Отлично, надо будет колыбельной отнести. Ну, в смысле? Бери ее. Как колыбельная тебе ее прощет на расстоянии? Заметка, которую нельзя прочитать, немного отклеивается. Снимай. Ведро с водой. Ты уверена, что это вода? Таинственная машина. У нее длинный шнур с чашей на конце. Наверное, это машина для изготавливания песка. Хотя не факт. Еще одну машину, потому что мы с вами видели. Упакованный сверток бумаги с записью. А это ты взять не хочешь, да? Ладно, пойдем в колыбельный. Раз там сделать больше ничего нельзя. Так, колыбельный у нас находится далеко. Хотя мы же можем телепортироваться. Блин, почему мы сразу этого не сделали? Так, заметка 2. Ну, колыбельная. Ну, в смысле? Заметка из задней части комнаты с драгоценностями. И ты не можешь ему дать это? А другое ты можешь дать? Потушить изумрудное пламя после использования. Как создать усопляющий песок. Ну, да. А это? Да капец, в чем прикол-то? Самый прикол в том, что я отсюда ходила уже. Блин. Я здесь уже была, правильно? Да? Да. Я нажимала на ту штуку. И она не сработала. А теперь... Это была дверь. Аллилуйя. Софи. Так. Эй, Софи, еще бродишь? Ага. Колыбельная, что ты здесь делаешь? Я не могу быть там, где я хочу? Я подумывала о чашке чая с песочным человеком, но кажется, он занят. Правда, он должен легко согласиться, так как у него нет работы. Эй, Колыбельная, здесь есть существа, кроме фей? А ты как думаешь, существа, придуманные людьми, не все одного вида? Есть духи и монстры. Но почему ты спрашиваешь? Я опряталась в шкафу от песочного человека. Ну, думаю, там кто-то был. В нем кто-то был. В шкафу? Возможно, это был Бугимен. Бугимен? Когда песочный человек уходит в мир людей, он прокладывает себе путь под детскими кроватями. Бугимен тем временем использует шкафы. Здорово. Это был Бугимен. Так, теперь прочитаем незаметку. Эй, Колыбельная, ты можешь прочитать, о чем здесь говорится? А, это из комнаты, где собраны драгоценности. Как использовать засасывающую машину? Расположите присоску у верхней части цели и нажмите кнопку. Понятно. Здесь ничего. Тебя, может быть, сдвинуть? Красивая статуя. Она просто... Или это тень такая? Тут ведро у нас, типа. Дверная табличка. Но откорябывать мы ее не можем в любом случае, да? Так, дверь заперта. Тогда пойдем в другое какое-нибудь место. Чего? Не открывается? Это идет от этой статуи. Статуя поет. А, я чувствую слабость. Так хочется спать. Все вдруг... Почему? Э-э-это песня? Надо что-то делать. Или я засну. В воду суньте, окунись. Побрызгаться водой. Ух, как холодно. Ничего хорошего. Но меня это немного разбудило. Кажется, заперта. Не можешь ее прочитать. Кричать из окна. А, нет. Все еще хочется спать. Может, долбануть эту статую чем-нибудь? А прокинуть? Брррр. Ничего хорошего. Слишком тяжелое. Эм, тогда... Точно, я знаю. Да нет же. Да, господи. Перенестись. У тебя есть зеркало. Ой. Сломалась. Почему сейчас? Тогда я не знаю. Кто-нибудь помогите. У тебя есть еще что-нибудь? Осколок стекла. Может быть, ты поранишься себя, чтобы ты проснулась. Сюда бутылка. Ну все, пипец. Ну а как тогда? Что тут нужно было делать? Так, продолжаем жить. Так, не открывается, да? Статуя начинает петь. В конце концов, что плохого в том, что ты заснешь? У тебя же бессонница. А ты хотела поспать. Так. Или я засну. Мобильник. Включить громкую музыку. Так, пробрызгаться водой. Немного разбудила. Теперь давай. Ее несколько раз надо это... Подолбить. Разбить голову. Попробовать. Потом... У тебя еще есть палка. Долбань ее. Хи-я! Ой. Это больно. Но меня это немного разбудило. Это конец. Я слишком сонная, чтобы двигаться. О, дорогая. Я говорил тебе, чтобы ты сдалась. Колыбельная. Прошу, останови эту песню. Почему? Разве ты не желала заснуть? Вот я про то же самое. Теперь ты наконец-то сможешь. Да, но я не хочу спать вечно. Пожалуйста, колыбельная, помоги. Че ты стоишь-то столбом? Ладно, на этом все. Я чувствую себя ужасно, видя, как ты измучилась. Вот что случается из-за твоих опрометчивых поступков. Довольно. Довольно! Почему это должно было случиться? После того, как я смирилась с бессонницей, ты пытался усыпить, когда я бодрствовала. Прошу, колыбельная, скажи мне, как я могу остановить песочного человека. С меня хватит. Я просто хочу нормально поспать. Откуда я должен знать, как это сделать? Ну, ну ты скажи ему. Скажи ему, чтобы он отказался от идеи погрузить всех людей в вечный сон. Этого я сделать не могу. Песочный человек создал меня, поэтому я не могу бросить ему вызов. Так что, мне просто придется сдаться? Сдаться и спать вечно? Ну, если договориться с кем-нибудь остановить песочного человека. Я даже знаю, кто это может быть. Его враг, да? Кто? Могут ли они остановить его? Выйди из дома и иди на восток. Там озеро с розовыми деревьями вдоль него. Вот там ты и найдешь его. Подожди. А как они выглядят? Кое-кто, кто ненавидит песочного человека. Ловушки в этом доме должны сдерживать его. О, и он был так же тем, кто разоблачил меня в твоем мире. Он любит мешать работе, да. Понятно. Помните зачеркнутую лошадь в одном из комнат у песочного человека? Вот, он как раз таки его ненавидит. И нас та самая лошадь отвела к Дэвиду, чтобы показать, что он спит. Будь осторожна, Софи. Тебе решать, кому доверять, но у этого ничтожества есть свои приемчики для такой милой девушки, как ты. Ладно, я буду знать. Милый? Она покраснела. Так, ладно, пойдем. Мы, в принципе, можем перенестись. Она уже не треснула. Мы его не использовали. Куда мы пойдем? Давай мы с тобой пойдем в длинный коридор. Вот, здорово. Так, да, вот эта самая лошадь, о которой я говорила. Наконец-то выберемся из этого дома. Он мне надоел, если честно. В нем нихрена не понятно. Какие-то дурацкие приемчики. Сохранимся. Привет, лошадка. О, Софи. Ты опоздала? Я ждал тебя. А вы... Эй, ты должна знать. Я единорог. Я видела тебя раньше в моем мире. Разве не вы хотели перенести меня сюда? Да, это был мой план. Я ненавижу позволять песочному человеку делать по-своему. К тому же ты просто милашка. Эй, Софи. У тебя есть парень или что-то в этом роде? А? Ну, нет. Ну, кто-то, кто тебе нравится. Заткнись. А если есть, это не твое дело. А, немногословно, не так ли? Девушки всегда такие. Итак, я слышал, ты хочешь остановить песочного человека. Я знаю, каково это. Он такой отвратительный человек. Можешь ли ты мне сказать, что я должна делать? Еще бы. Но не бесплатно. Я тоже хочу услугу. Услугу? Песочный человек скрывает много симпатичных драгоценностей у себя дома. Я просила посмотреть на них снова и снова, но он не желает иметь дело с такими, как я. Хм. Поэтому я попытался тайком заглянуть, но он сделал эти странные ловушки, чтобы поймать меня. Злой старый дурак, не так ли? Так что, если ты сможешь показать мне один из этих драгоценных камней, я дам тебе что-нибудь замечательное и полезное. Как насчет этого? Так что, просто принести драгоценность сюда? Да. Но я хочу розовый драгоценный камень. Не заинтересован в любых других. Ладно, но что если песочный человек заметит меня, и я не смогу принести его? Ну тогда я затопчу тебя и насажу на свой рог. Что? Я не могу ждать. Удачи, Софи. Я, кажется, знаю, где эти камни находятся. Помните, там были белые, всякие голубые, зеленые. Ну, возможно, вы не помните, но я помню. Так, нам нужно перенестись. Куда? Давай вот сюда. Это ближе всего будет, мне кажется. Так, нам надо забраться по этой лестнице. По-моему, я правильно думаю. Так, сохраниться надо. Вот. Розовый драгоценный камень. Взять. Он выглядит не таким красивым, как другие драгоценные камни. Не очень блестящий. Но... Каню надо именно вот это. Давай еще раз перенесемся. Длинный коридор. Я не знаю, зачем этому песочному человеку нужны камни. Но, тем не менее. Так, мы выбрались. Хорошо. Здорово. Эй, единорог, я принесла розовый драгоценный камень. Спасибо тебе. Наконец-то я вижу эту прелесть. Неправильно. А? Это не оно, это не то. Черт возьми, ты, сучка, пытаешься обмануть меня? Что? Нет, я бы не пыталась. В смысле? Ты просил розовый драгоценный камень. Надо было принести какой-то другой? Что за фигня? Может быть он дальтоник? Сияющий красный драгоценный камень. Может быть в этой заметке что-то такое сказано? Странно. Желтый. Что ж тогда? Короче говоря, этот камушек надо было помыть. Не знаю, как я должна была до этого догадаться. Так, какой-то грязный может помыть его, да. И этот камешек явил бы нам свое истинное я. Что за розовый исчез? Это на самом деле прозрачный драгоценный камень? Вот видите? Это подделка. Ой, так нельзя. Единорог бы затоптал меня. О да. Он в прошлый раз очень разозлился. Теперь надо к машине подойти. Таинственная машина. Так. Засасывающая машина. Возможно, засасывает камни в другой комнате? Итак, может быть я смогу сделать драгоценный камень? Давай. Ладно, нажму кнопку. Вот тебе и розовый. Держи. Симпатичный розовый драгоценный камень. Вот все. Сохранить. Теперь, наверное, надо использовать вещи. Я-то думала, что за нами никто не гнался. Почему? Потому что мы все сделали верно. Точнее, неверно. Сейчас, возможно, за нами погонится. А, нет? Ну ладно. Так даже лучше. Теперь-то ты меня не затопчешь, а? Так, принесла. Спасибо тебе. Наконец-то я увижу эту прелесть. А? Подожди. Это драгоценность твоя, Софи? Да, я сделала ее. Не так? Хороша? Нет, все в порядке, но... Возможно, я сделала что-то плохое. А? А, ничего, спасибо, Софи. Мне давно хотелось это увидеть. Вот, возьми. Что это за камень странного цвета? Это мягко камень, и у него есть особые силы. Когда ты касаешься им чего-нибудь, то все становится слабым и вялым. Замечательно, не так ли? Что хорошего в этом? Как это поможет мне остановить песочного человека? Прежде всего, как я должна держать его? О, ты можешь об этом спросить гнома. Я уверен, что он может сделать из этого что-то, что ты сможешь использовать. Гном? Я полагаю, фея, которая хорошо умеет создавать вещи? Ты хорошо его знаешь. Он живет в пещере к западу от дома песочного человека. А-а-а. Он более открытый, чем песочный человек, поэтому должен сделать это. Хорошо, я спрошу у него. Я пока дам тебе камень в этой сумке. Желаю удачи, Софи. Эй, единорог, ты собираешься оставить эту драгоценность? А? Нет, я просто хотела посмотреть, но... Если тебе нужно, я верну ее тебе. Ну как? Она мне не нужна. Я не знаю ничего о драгоценностях. Просто храни ее. Правда? Я больше тебе не отдам ее, ты уверена? Да, лучше пусть она будет у того, кому нужна. Я не очень заинтересована в драгоценностях и таких вещах. Ура, спасибо, Софи. Но на самом деле надо сохраниться на этом моменте. Только на другом случае. Вдруг нам эта драгоценность понадобится для хорошей концовки? Так, внутри непроглядная тьма. Это здесь живет гном? Я ничего не вижу. Кто там? А, я Софи. А вы гном? А, да, это я, Софи, да? Приятно познакомиться с тобой. Не стой просто столом, заходи. Но тут же темно. Слишком темно для тебя? Софи, не могла бы ты сделать мне одолжение? Какое? Там на равнине неподалеку есть мерцание. Не могла бы ты поймать клетку столько, сколько сможешь? Должна быть клетка где-то здесь. Поняла. Вон она. Ну вот же клетка, блин, бери ее. Я же говорила, что эти мерцания должны нам помочь. Чего это коротко? Я просто... Я же не буду вам ничего плохого делать. Я потом вас выпущу, обещаю. Да блин, ну что вы будете делать? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Да блин, иди сюда. Где еще одна? Что ты орешь-то, блин? Иди сюда. Вы получили всех фей. Отлично. Гном, я поймала стайку мерцаний. Гном, вы там? А! А, я напугал тебя. Прости за мою уродливую рожу. Ладно, заходи. Должно быть устало от прогулки. Мягкокамень, не так ли? Теперь где бы единорог смог получить что-то настолько ценное? Вы сможете сделать из этого что-то, что я смогу использовать? Без проблем, моя девочка. Я сразу начну просто брищать. Вздремни, если тебе хочется. А, не можешь спать, не так ли? Ну, тогда просто посиди. Скажи, Софи, тебе не нравится в человеческом мире, не так ли? Откуда вы знаете об этом? Я просто знаю. Феи знают все о людях. Да, это совсем не смешно. Мой путь ведет в никуда. Я просто ненавижу все это. Школа, подруга, отец. И парень, который мне нравится. Дэвид. Блин, я хотела заканчивать уже 40 минут, ну ладно. Дэвид. Дэвид с другой? Да. Так что я думаю, ты должна с ней тоже встретиться. Так как я парень, все, что я могу действительно сделать, это слушать. Возможно, она более охотно будет говорить с тобой. Старшеклассница? Интересно. Это может быть трудно. Не хочу, чтобы она вызвала меня старой, называла меня старой бабушкой. Софи не такая злая, как ты. Она замечательный и честный ребенок. О, в самом деле. Тогда я попытаюсь использовать эту злобность в свою пользу. Но ты пойдешь со мной, я буду нервничать. Конечно. Он, видимо, нас просто как дитё воспринимает. Никак иначе. Дурак ты. Зачем ты используешь чистые девичьи невинные чувства для того, чтобы... Ну, я не знаю. Ну, ты какой-то мудак. Я тебе верила. Конечно. Убеди, что ты слушаешь ее. Хорошо. Мне плохо от того, со сколькими проблемами она справляется сама. Он за нас волнуется, но он при этом не понимает, что он просто, блин, играет на чувствах маленькой девочки. Но она не такая, конечно, маленькая. Но все же. Это у нее первая любовь, наверное. Отлично, я должен идти. Ты получила выходной, не так ли? Не нужно провожать меня домой. Хорошо. О, ты зайдешь сегодня? Да, я рано уйду с работы. Перекушу немного перед тем, как буду там. Поняла, увидимся. Да, София. Ты могла бы ему высказать все. Вполне. Я была глупа, радуюсь его доброте. Ты ведь добра ко всем. Но он был действительно первым человеком, который мне нравился. Думая, что завтра будет все то же самое, я начала бояться утра все больше и больше. До такой степени, что я даже боялась идти спать. Эти колыбельные, что сделал колыбельное? Действительно ли я хотела, чтобы это произошло со всеми ними? Я действительно думала о таких ужасных вещах? На днях единорог застрял в болоте? Очень смешно было помниться. И тебе нужно позволить себе это. Такие мысли не делают из тебя плохого ребенка. И в любом случае лучше не беспокоиться зря об этом. Так что не вини себя за подобные вещи. Спасибо. Ты хороший гном. Ну, это просто потому, что мы феи. Мы же друзья для детей. Конечно, ты немного подросла, но все еще ребенок. А? Ага. Так что это нормально, дать сдачу за свои обиды. Просто смирись с тем, что так делают и взрослые. Это восхитительно. Это, я имею ввиду, это посох? Ага. Взмахни этим посохом, и он сработает как камень. Дай-ка мне свою руку на секунду, хорошо, Софи? Какие красивые ручки. Не могу видеть их, но уверен, что твои глаза такие же. Так же было и с твоей мамой. Ты слеп, гном? Всю жизнь пялюсь, пока работаю в это пламя. Не сказал бы, что слепота доставляет проблемы. Темнота не беспокоит меня. Кроме того, мы феи-работяги. Я зубная фея, Никси и песочный человек тоже. Хотя, конечно, иногда даже чересчур. Чересчур? Ну, просто посмотри на меня. Я не могу видеть. У зубной феи все зубы гнилые. Никси должна ухаживать за своей кожей, так как всегда в воде. Мой папа потерял сознание от переутомления. У него от стресса язва желудка. Вот, точно. Я тогда подумала, что он вампир, потому что я не думала, что от переутомления вообще может хлынуть кровь изо рта. Но на самом деле это была язва желудка. Теперь понятно. Все. Волнуешься за своего трудолюбивого папу, а? Признаю, я прав. Он единственный папа, что у тебя есть, Софи. Теперь иди. Хочешь остановить песочного человека, да? Я буду молиться за тебя. Спасибо вам, гном. Получен восхитительный... А, посох. По-моему, так он назывался. Итак, на этом моменте мы с вами остановимся и продолжим в следующей серии. А пока что всем спасибо за внимание. С вами была Анастезия. Всем удачи и всем пока.